Психические и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных веществ Токсическая энцефалопатия с невритами и болезнями внутренних органов Виды приема алкоголя Это может быть в виде эпизодического употребления, бытового пьянства и зависимой формы употребления Этиология алкоголизма Это преморбидные особенности личности Генетика Незрелые с недостаточной адаптацией и затруднением в образовании межличностных связей пациенты Микросоциальная среда с наличием алкогольного климата Клиника алкоголизма Клиника алкоголизма подразделяется на три стадии Первая, вторая и третья Первая, начальная стадия, невростеническая Вторая стадия, наркоманическая И третья стадия, энцефалопатическая Основные признаки первой стадии хронического алкоголизма Исчезновение защитного рвотного рефлекса Прогрессирующее падение способности контролировать количество спиртного Постепенное увеличение толерантности организма к алкоголю Обсессивное влечение Навязчивость по желанию приема спиртного Потребность в психическом комфорте Тайное пьянство И прием алкоголя носит хаотический характер Появляются астенические симптомы комплекс Основные признаки второй стадии хронического алкоголизма Это абстинентный алкогольный абстинентный синдром Это возникновение острых алкогольных психозов Белая горячка, алкогольный галлюцинос, алкогольный параноид Это максимальная толерантность организма к алкоголю Обсессивное и комплексивное влечение Основные признаки третьей стадии хронического алкоголизма Снижение толерантности к алкоголю Что такое толерантность? Это устойчивость Разбивается запойное пьянство Углубляется, утяжеляется физическая зависимость Выраженное снижение интеллектуально-мнистической сферы Алкогольная деменция Частые затяжные формы алкогольных психозов Хронический алкоголизм, параноид, бред ревности, косковский психоз Классификации алкогольных психозов Они подразделяются на острые и хронические К острым относятся алкогольные делирии Или так называемая белая горячка Острый алкогольный галлюциноз И острые алкогольные параноиды Хронические или затяжные Хронический алкогольный галлюциноз Хронический алкогольный параноид Курсиковский психоз И болезнь Гаэя-Верника 7. Симптомы алкогольного делирия. Делирия развивается после забоя в стадии абстиненции. Больные дезориентированы вместе и во времени, но дезориентированы в собственном имени. Больные по бредовым мотивам убегают, прячутся или нападают на окружающих. Заканчивается делирия с частичной амнезией. 8. Легкие формы делирия. Делирия может быть редуцированной. На первый план выступают общесоматические, вегетативные, неврологические расстройства. Кроме них тремор, аффект недоумения, тревога, диффузное бредовое настроение, плохая ориентировка в месте и времени. Но это бывает при тяжелой абстиненции. 9. Абортины делирии различают, когда возникают единичные, зрительные, вербальные галлюцинации элементарного характера. 10. Структура абстинентного синдрома. В структуре абстинентного синдрома различают психический компонент, неврологический и вазовегетативный. 11. К психическому компоненту относятся снижение настроения, тоскливо-злобное состояние, раздражительность, тревога, страх, идеи самообвинений, иногда нестойкие галлюцинации. 12. Неврологические расстройства. Это тремор конечности головы и языка, гибриллярные поддергивания скелетной мускулатуры, повышение сухожильных рефлексов и иногда судорожные пупы. 13. Вазовегетативный компонент, тахикардия, колебания АД, гипергидроз лица, ладони, мраморность кожи, гиперемия лица, расширение сосудов и расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, поноса. 14. Тактика медперсонала при абстинентном синдроме. Конечно, здесь должен быть строгий надзор. Обязательно надо записать в дневнике наблюдения. 15. Таких больных надо отмечать и обязательно доложить врачу и измерять артериальное давление, выполнять назначение врача. 16. Этапы лечения алкоголизма. Лечение – это терапия, нормализующая функции внутренних органов, то есть общеукрепляющая терапия. 17. Далее дезинтоксикационная терапия. Далее активная противоалкогольная терапия, направленная на преодоление патологического влечения к алкоголю, отвращение к алкоголю, социальная реадаптация и восстановление психического здоровья. 18. Первый этап – терапия, нормализующая функции внутренних органов. Это дезинтоксикация, это витаминотерапия, общеукрепляющая и лечение осложнений сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и т.д. 19. Второй этап – активная противоалкогольная терапия. Это психотерапия, сенсибилизирующая терапия, условно-рефлекторная терапия, психофармакотерапия. 20. Конечно, все эти виды терапии должны быть проведены, когда имеется стремление к лечению, когда у больного имеется желание. 21. Хуже обстоит ситуация, когда у больного отмечается аназогнозия своего заболевания, когда больной считает себя здоровым, когда он считает, что это вредная привычка, и он сам справится с этим состоянием. 22. Наркомания. Наркомания – это болезненное состояние, вызванное систематическим употреблением наркотических средств и характеризуется патологическим лечением к наркотику, изменением толерантности, развитием абсинентного синдрома в отсутствии наркотика, тяжелыми психическими и соматическими расстройствами, а также негативными социальными последствиями. 23. Итеология и патогенез наркомании. 24. В развитии наркомании или токсикомании большую роль играют неблагоприятные социальные факторы – неправильное воспитание, дурной пример окружающих неблагополучия в семье и т.д. 25. Основной фактор чаще всего имеет место генетическое предрасположение, т.е. конституциональные особенности личности, психологические факторы, воплость и стремление к экспериментам, удовольствию, уходу от трудных жизненных ситуаций. 26. Клиническая картина первой стадии наркомании. 27. Проявляется психической зависимостью от наркотика, т.е. обсессивное влечение, исчезновение защитных реакций на его передозировку, нарастание толерантности, регулярность приема наркотика при сохранении его физиологического эффекта. 28. Клиническая стадия второй стадии наркомании. 29. Характеризуется формированием абстинентного синдрома с непреодолимым влечением к наркотику, максимальной толерантностью, изменением свойственного наркотику эффекта, возникновением феномена стимуляции наркотика, изменениями личности. 30. Третья стадия наркомании. Толерантность снижается. Действие наркотика становится тонизирующим и нормализующим. 31. В таких случаях наркоманы говорят, что я уже выздоровел, я отошел от наркомании и я употребляю совершенно маленькие дозировки. 31. В связи с этим существование без наркотика во многих случаях невозможно. 32. Обстинентный синдром утяжеляет и становится затяжным. Выражены социальные, психические и соматические последствия злоупотребления наркотиками. 33. Форма наркомании. Наиболее часто встречающаяся форма наркомании в нашем регионе – это опина и гашишемания. 34. Реже – кокаиномания, барбитуромания и наркомания, обусловленная стимуляторами и так называемой полинаркомании. 35. Опиомания. Для опиомании характерны нарастания толерантности к наркотику, развитие обсинентного синдрома при внезапном его отнятии, зевота, каши, слезотечения, тахитальзия, тахипноя, тремор, озноб, расширение зрачков, неприятные ощущения в теле, тягостные мышечные боли в конечности, диспептические расстройства. 36. Состояние обстиненции наркоманы раздражительны, возбудимы, гневливы, испытывают непреодолимое лечение к наркотику, способны на противоправные действия. 37. Поистепенно происходит также изменение характера, общее огрубение, резко снижается круг интересов, нарушаются функции внутренних органов. 38. Отмечаются признаки недостаточности питания, гипотрофия, дистрофия, кожа сухая, змистым оттенком, лицо одотловатое, масса тела снижена, зрачки узкие, выражены вегетативные нарушения. 39. Гашишиния Гашиш, иначе марихуана, план, анаша, банк, харас, кусус. 40. Это смолистое вещество, получаемое из листьев и побегов индийской конопли, произрастает в среднеазиатской местности. 40. Коновино Способ применения – курение, жевание, приготовление напитков. 41. При однократном приеме развивается эйфория с необычайным ярким восприятием окружающего, ускорением мышления, повышением сексуального влечения. 42. Характерные психосензорные расстройства, иллюзии, маленький ручеек кажется огромной рекой, незначительные шумы воспринимаются как грохот. 43. На поздних этапах опьянения появляется бессвязность мышления, дурашливость, смешливость, нарастает голод, жажда, затем наступает спад возбуждения с остыней и длительный сон. 44. При передозировке Гашиши возможны психозы, сумеречно-делирезные эпизоды и при психорной припадке оглушения. 44. Привыкание к Гашиши развивается значительно медленнее, чем к опиатам. 45. Обстинентный синдром почти отсутствует или выражен очень слабо, и характеризуется соматой агитативными расстройствами, медриоз, портливость, ремор, тахикардия и т.д. 45. И психопатопологическими нарушениями, выраженность инестопатии, бахандрии, астемии, депрессии, вознечествия, дисфории и силические мякции. 46. Возможны острые абстинентные психозы, дилерии, сумеречные состояния, страх, тревога, а также затяжные психозы с шизофреноподобной симптоматикой. 47. Выраженные психопатоподобные изменения личности, морально-этическое и интеллектуальное снижение. 48. Кокаиномания. 49. Кокаин. Это встречается реже, чаще в Европе. 50. Кокаин-алкалоид, добываемый из листьев коки. 51. Кустарник, произрастающий в Южной Америке. 52. При однократном приеме наблюдается эйфория с ускорением мышления, болтливостью, двигательной активностью. 53. После ослабления наступает слабость, раздражительность, гипотония мышц, тремор. 54. Уже в первые годы болезни наступают глубокие изменения личности. 54. Черствость, эгоцентризм, мелочность, раздражительность, неряшкиность. 55. В течении хронической интоксикации наблюдаются психозы, бред ревности, преследования, устрашающие зрительные галлюцинации, тактильный галлюцинос, козы нежучков, клопов, червей и т.д. 55. Обсинентный синдром не выражен. 56. Барбиту романия. 56. Барбиту романия часто наблюдается у алкоголиков. 57. Разбитие этой формы наркомании способствует эфоризирующие действия барбиту раппи, дозы которых увеличивают для достижения снотворного эффекта при стойкой бессоннице. 58. Ее динамика как соодна с такого у других наркомании. 59. Обсиненция протекает тяжело, сопровождается выраженной остыней бессонницей, тревогой, бриллярными подергиваниями, а иногда и судорожным синдромом. 59. На 4-5 день абстиненции возможны генерализованные судорожные припадки абстинентной психозы, деливии, галлюцинос. 60. При ликнительном приеме барбиту ратор наблюдается хроническая эйфория с расторможенностью, раздражительностью, рассеянностью, расстройство памяти очень характерно, интеллектуальное снижение, часто встречаются неврологические нарушения, изоортрея, тремор, атаксия. 61. Наркомания, обусловленная симуляторами. 62. В настоящее время это амфетамины, феномин, феносип и другие эфидроны. 63. При однократном приеме их возникает эйфория с приливом сил, энергии, двигательной активностью. 63. Обстиненный синдром характеризуется стойкой бессонницей, депрессией с идеями самообвинения, сутидальными тенденциями. 64. Возможны психозы с повречением сознания, двигательным возбуждением. 64. В некоторых случаях преобладают бред отношений и преследованием, слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации. 65. Важно знать клинику этого вида наркомании, потому что она нередко встречается иногда и у медицинских работников, и у работников оптичной сети. 66. В этом случае нужно обязательно иметь объективные данные. 66. Наркомания, обусловленная галлюциногенами. 67. Это препараты лизергиновой кислоты. 67. Привыкание формируется очень быстро. 68. Часто возникают острые, затяжные психозы. 69. Репрессивные, маниакальные, делириозные, сценоподобные, галлюцинаторно-параноидные состояния. 69. Появляется деперсонализация и дереализация. 69. Токсикомания. 70. Токсикомания в настоящее время получила очень значительное распространение, 70. Так как в настоящий период у нас дефицит опиоидных препаратов и имеются очень строгие меры в отношении других наркотических препаратов. 70. Поэтому в настоящее время токсикомания в виде употребления лекарственных веществ получила в нашем регионе значительное распространение. 71. Состояние временной или хронической интоксикации, вызванное употреблением натуральных или синтетических препаратов. 71. Они или внесены недавно, или не внесены в список наркотических препаратов. 72. Это препараты, хорошо известные нам, лирика, сонат. 73. Глазные капли и другие препараты, даже в настоящее время карбамазепин, 73. Даже применяют и другие снотворные маломайские препараты. 74. И очень трудно иногда проследить, на каком же препарате находится тот или иной больной, так как они употребляют препараты за исчезновением этих препаратов. 75. Они очень быстро переходят к другим препаратам. 76. И характеризуют это состояние, так называемое, политоксикомании. 76. Характерное развитие патологического лечения. 76. Повышение толерантности. 77. Формирование абсцинентного синдрома. 77. Наш препарат, такой прекрасный препарат, как лирика, который мы применяли при лечении онкологических больных, при лечении пожилых, ослабленных пациентов. Сейчас этот препарат полностью перешел в руки токсикоманов, и они употребляют от 6, 8 и более дозировок в день. Дозировка – это где-то 300 миллигранда капсулы. 77. Лирику применяют учащиеся колледжи, лицеи и учащиеся старших классов, школы. 78. На сегодняшний день это для нас, это сегодня очень слабодневно. 79. Токсикомания, вызванная психопатологическим препаратом. Есть еще и транквилизаторы, и антидепрессанты. 79. Здесь появляется синдром физической зависимости. 80. Проявляется в виде головокружения, головных болей, тахикардия, 80, азноб, колотоидное состояние, тремор и зитка. 80. Могут быть эпилептифорные припадки, психотические эпизоды, 80. Привыкание возникает также при регулярном приеме психотропных препаратов, 80. Бензодиазепинового ряда. 80. При длительном и привычном употреблении медикаментов 80. Постепенно нарастают психопатоподобные изменения, 80. Роксирные для токсикомании. 80. Появляется равнодушие к своим повседневным обязанностям, 80. Ипохондричность, неиздержанность, 80. Раздражительность, склонность к резким переменам настроения. 80. Ингаляционное употребление средств 80. Вытовой и промышленной химии. 80. Это часто бывают олигофрены, подростки. 80. К этой группе токсинов относятся бензины, 80. Растворители лаков и красок, 80. Пятновыводители, 80. Синтетический крем и т.д. 80. Способ употребления 80. Сводится к вдыханию. 80. Острая интоксикация характеризуется эйфорией, 80. Сценоподобными, часто фантастическими, 80. Зрительными галлюцинациями. 80. И на второй-третий день после вынужденного перерыва 80. Отличается сердечная аритмия и другие самотечения. 80. Созяйная аритмия и другие самотечения. 80. Лечение. Благодарим за внимание.